Деда Фраза Глубоко проник в российскую культуру, ущемляя в правах нашего родного Деда Мороза. Тем не менее, юное поколение своего отдавать не желает. А знаете ли вы, с чего начинается Родина? Ученики 71-й школы решили заступиться за Деда Мороза. Российского сказочного старца теснит его коллега по новогоднему цеху, а теперь и прямой конкурент Санта-Клаус. Какой же Новый год без Деда Мороза? Однако на улицах российских городов вместе с ним прочно обосновался зарубежный персонаж. Так и норовит он разместиться на ведринах магазинов, открытках, баннерах. Ста ученикам 7-х и 9-х классов нашей школы было предложено нарисовать Деда Мороза. К огромному сожалению, лишь 26 человек правильно нарисовали Деда Мороза. В данный момент, сейчас в наше время, очень актуален вопрос патриотизма и возрождения утраченных наших каких-то корней и традиций. Вот Дед Мороз одна из тех традиций, которые необходимо вернуть, чтобы не только мы в своем детстве когда-то знали и любили Дедушку Мороза, но и сегодняшние подрастающие поколения и будущие поколения знали о том, что у нас есть своя национальная гордость, которой мы можем гордиться. Тревогу забили уже в прошлом году. По всему городу пензенцев с Новым годом поздравляли неказистые старички в коротких куртках и смешных колпаках. Татьяна Филатова, создатель школьного музея, классный руководитель тогда еще 7-го Б, со своими подопечными решили срочно вмешаться в ситуацию. Организовали экспозицию, посвященную Деду Морозу. На школьных экскурсиях ученика младших классов рассказывает об истории новогоднего праздника в России и как появился его главный хранитель. Ну, сейчас мы в школе проводим экскурсии, и перед экскурсией мы просим детей нарисовать Деда Мороза. Но большинство рисует Санта-Клауса. И после экскурсии мы просим еще раз нарисовать Деда Мороза, но уже есть успехи. Дети понимают, чем отличается Санта-Клаус от Деда Мороза. Мне нравится больше Деда Мороз, потому что он и добрый, и Санта-Клаус, он просто раздает подарки. Тоже как Деда Мороз, но у него шуба, у Деда Мороза шуба, а у него просто как бы куртка. Потому что он наш, живет на нашей родине. В этом году за помощью обратились в городскую администрацию с просьбой разместить на баннерах детские рисунки с изображением Деда Мороза. Инициативных школьников охотно поддержали. Как их можно перепутать, наши такой солидные. И Снегурочка рядом всегда, а не какие-то олени. Строительство самого крупного...